Без штрафных очков в норму времени пройти маршрут с девятью препятствиями. Главная задача всех участников всероссийских соревнований по конкуру. В областном центре конного спорта, что в поселке Омске, за награды турнира спорят жакеи из нашего региона и соседнего Казахстана. Погорелого Елизавета справляется с высотой в 110 сантиметров сразу на двух своих партнерах по спорту – Персики и Двели. С первым выступает в паре около года. Двел – проверенный скакун. С ним Лизе удалось завоевать золото турнира. Республика Казахстан, школа Олимпийского резерва номер 7, город Астана. Надо вот моих коней благодарить, потому что они больше всего получили награду. Сегодня ждет большую приз, ну я сахар им все вот это вот намешаю. В седле на четвертом маршруте юные спортсмены. Волнение – главный соперник для многих юных жакеев. Падения случаются у тех, кто не справляется с эмоциями. Конечно же, это прежде всего волнение, потому что такая категория всадников, как дети, как правило, это начинающие всадники, которые только начинают свою спортивную карьеру. И, конечно же, где-то не хватает мужества, где-то не хватает смелости, а где-то просто ребенок волнуется. И поэтому происходят вот такие вот казусы на маршруте. В программе двухдневных состязаний пять маршрутов. Отличаются по высоте и количеству препятствий. Омские спортсмены выступили достойно, чего стоит только выступление опытной спортсменки Ольги Гис. В ее руках кубок абсолютной победительницы турнира. Мы с ней первый год только начинаем. Она очень маленькая. Это ее первые-первые старты мы в этом году с ней принимаем участие. Только подросли для этого дела. Она уже такая молодец, старается. Всего же на всероссийских соревнованиях по конкуру разыграли четыре кубка. Закрытие сезона у жакеев состоится в сентябре.